Итоги работы системы здравоохранения в 2016 году и стратегию развития отрасли, разработанную по предложению губернатора региона на ближайшие 10 лет, обсудили сегодня на коллегии здравоохранения. В зале присутствовали руководители профильного комитета администрации Волгоградской области, депутаты, главные врачи лечебных учреждений. Руководитель комитета здравоохранения региона Владимир Шкарин подчеркнул, что главными направлениями деятельности, которые стоят перед отраслью, являются доступность медицинской помощи, снижение смертности населения, поддержка материнства и детства, модернизация лечебных учреждений, развитие медицинской помощи в сельской местности и многие другие вопросы. Как известно, в 2017 год в регионе объявлен годом сельской медицины. Офисы врачей общей практики в настоящее время открыты всего в 10 муниципальных образованиях, и то по одному. В период с 2017 по 2017 год планируется постепенное изменение структуры участковой службы на селе. В пользу общей врачебной практики на базе врачебных амбулаторий и участковых больниц. Открытие новых общих врачебных практик в сельских районах до 31 к 2027 году позволит существенно приблизить первичную врачебную помощь, в том числе увеличить долю профилактических амбулаторных посещений на селе к пациентам отдаленных населенных пунктов. Выступая перед собравшимися, руководитель комитета подробно остановился на трехуровневой системе оказания медицинской помощи. На первом уровне осуществляется организация и проведение мероприятий по профилактике ранному выявлению и лечению заболеваний, формированию установок на здоровый образ жизни. Второй уровень – специализированные. На нем осуществляется профилактика, диагностика и лечение заболеваний и состояний, требующих применения специальных методов исследований, обеспечение консультативной и диагностической помощи по профилю заболеваний, определение рекомендаций по дальнейшему лечению больных. Третий уровень – это специализированные консультативно-диагностические, в том числе высокотехнологичные. На третьем уровне осуществляется консультативно-диагностическая помощь с применением ресурсоемких диагностических технологий. Подводя итоги минувшего года, Шкарин подчеркнул, что в прошлом году открылась государственная диагностическая лаборатория с уникальным оборудованием. Уже в этом создана бактериологическая лаборатория и лаборатория молекулярной диагностики, общей стоимостью 350 миллионов рублей. В настоящее время ликвидирована очередь на томографическое обследование пациентов. Возможной стала доступность высокотехнологичной медпомощи в части сердечно-сосудистой хирургии. Об этом говорил журналистом редакции и главный кардиолог Волгоградской области. Сейчас, чтобы выполнить высокотехнологичную медицинскую помощь данному пациенту с данной патологией, с острым коронарным синдромом, а в частности проведение хирургических операций, это стентирование коронарных артерий, выделяется достаточный средств, достаточно квот для выполнения данного вида. На год, на 2016 и на 2017 год заложено 1700 таких операций. В текущем и последующих годах предстоят масштабные работы по капитальному ремонту медучреждений. Только детские больницы и поликлиники отремонтируют на более чем 146 миллионов рублей. Уже в июле этого года начнется масштабная реконструкция родильного отделения больницы номер 7 города Волгограда, детской стоматологической клиники больницы номер 15, детской поликлиники номер 6 и других. Реализация программных мероприятий потребует существенных финансовых вложений, объем которых на 10 лет составит около 60 миллиардов рублей. В частности, на строительство новых медучреждений необходимо 15,6 миллиарда рублей, проведение капитального ремонта 18,3 миллиарда рублей, приобретение медицинского оборудования и автомобилей скорой медицинской помощи 20 миллиардов 600 миллионов рублей. Все это позволит, по словам Владимира Шкарина, вывести на новый уровень медицинские услуги для жителей Волгоградской области. Как говорил классик, здоровье никогда не может потерять свои цены в глазах человека, потому что и в довольстве, и в роскоши плохо жить без здоровья.